Больше 21 миллиона квадратных метров почти в тысячи домах. Именно так выглядит долевое строительство в Краснодарском крае. За огромным количеством квартир кроется и одна из самых острых проблем в регионе – появление долгостроев, а значит и обманутых дольщиков. На Кубани их, по данным официального реестра, 883 человека, но попасть в этот список рискуют еще почти 6000 дольщиков. Для защиты тех, кто стал жертвой недобросовестных застройщиков, в сегодняшнего дня заработала координационная группа, которую возглавил губернатор. В нее также вошли прокурор края, начальник полиции, а также руководители управлений ФСБ и Следственного комитета. Эта координационная группа в рамках своей компетенции будет давать оценку каждому чиновнику или представителю строительного бизнеса, если его действия повлекли нарушение прав дольщиков. По-другому не нужно заходить на рынок долевого строительства. Не нужно. Потому что проблема... Каждый застройщик должен понимать проблему, чтобы он себе не создавал ни себе, ни людям, ни в целом в крае. Действительно очень много вопросов, которые возникают в ходе проведения процессуальных проверок, расследование уголовных дел, вопросы, связанные по избранию меры пресечения, изменения и другие моменты, они требуют своевременное разрешение. Координационная группа по защите прав дольщиков займется каждым проблемным домом, пообещал глава региона. Больше всего долгостроев оказалось в Краснодаре – 163 объекта. В лидеры антирейтинга также вошли Сочи и Анапа. В большинстве случаев причина одна и та же – нецелевое расходование долевых денег. Попросту говоря, застройщик тратит собранные с людей миллионы рублей на свое усмотрение, а не для того, чтобы закончить дом. После этого компании банкротят. Для борьбы с такими мошенниками Вениамин Кондратьев попросил усилить работу в полиции. Решен вопрос о создании в Главном следственном управлении специализированного подразделения, но оно у нас было, мы его просто еще расширили. Который чисто занимается этой проблемой. Уже появились и первые результаты борьбы с недобросовестными компаниями. Их заставили вернуть и направить на завершение строительства больше 660 миллионов рублей, которые раньше тратились не по назначению. Практически по всем проблемным домам в регионе разработаны дорожные карты, в которых четко прописаны сроки сдачи в эксплуатацию. Однако многие дольщики даже не догадываются об этом. И здесь явная недоработка профильных чиновников, замечает Вениамин Кондратьев. Людям нужно предоставить все документы и ответить на все вопросы. Вам надо максимально с ними работать тоже. Не из кабинета работать, а там среди них быть. Потому что, похоже, они культивируют то и даже не знают то, что происходит и что мы на самом деле делаем. Значит, здесь нет вот той самой прямой связи с ними. А ваша задача, как того, кто отвечает за политический блок, обеспечить прямой контакт, прямую связь с ними. Есть дорожная карта по каждому дому. Уже сегодня есть. И примерное понимание, даже не примерное, а точное, исходя из докладов, которые мне докладывают, что, когда будет происходить. Тогда какое основание у них стоит в пикете? Если есть полная ясность у власти, что будет? Значит, и в курсе ли они, что делает власть? Вот тогда нужно, чтобы не они к нам шли, а мы к ним должны идти. Дополнительную помощь обманутым дольщикам окажет и недавно созданная общественная организация «Кубаньстройнадзор». В нее можно будет обращаться за поддержкой в решении спорных вопросов. Все жалобы оттуда будут систематизированы и направлены в полицию, прокуратуру и суды. Стоятельный бизнес, конечно, выгодный бизнес, никто не говорит. Но вот застройщики должны понимать, что это не только прибыль, но это и социальная ответственность. Тот, кто сегодня пытается наживаться на долевом посетительстве, наживаться обманным путем, мошенническим путем, вот эти люди, конечно, должны нести заслуженное наказание. Руководство и правоохранительных органов, и прокурор, и начальник ГУВД, и представитель суда, и руководительственного комитета, конечно, все мы, мы настроены максимально сделать все, чтобы ситуация была закрыта. Максимально каждый дом будет на нашем личном контроле. Главным итогом работы координационной группы должны стать не только достроенные дома, но и законное наказание мошенников, которые обманывали дольщиков по всему краю. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар. Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар. Продолжение следует...